Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Мы с вами продолжаем читать невидимую брань святого преподобного Никодима Святогорца. Читаем вторую часть этой книги и читаем главу 11 о втором искушении, которое бывает в час смерти. Это искушение отчаяния. Дьявол приводит новым человеком к грехе его и поражает душу таким безнадежием, что грехов настолько у тебя много, и уже ничего не изменить, что нет тебе никакой надежды на спасение. И вот здесь вот у нас, что отец учит тому, что не слушай его. Вот это вот само состояние отчаяния свидетельствует о том, что оно дьявол приходит. А дьявол – он лжец. Да, действительно, человек – ты грешник, много грехов у тебя. Но помни, Господь за тебя именно пошел на крест и умер за тебя на кресте. И нет того греха, который бы Господь не мог бы умыть кровью своей. Вот пусть вот это упование и надежда тебя в этот момент спасает от этого. Да вообще пусть вся твоя жизнь, она будет вот как раз вот подпитываемая вот этой надежды, на милость Божию. Упование больше упования погрушает созерцание милосердия Божия, в бездну которого, в восчувствовавший его, и повергает превеликое множество грехов своих, утверждаясь на крепком убеждении, что Бог спасения нашего хочет и ищет, а не пагубы. Тоже вот важный момент. Вот важно себе вот в минуты, вот этих вот, минуты тяжелые, отчаяния, какого-то уныния, когда думаешь, столько у меня грехов, вот такой вот я безнадежный, помнить, что Господь ищет спасение твоего человека, а не гибели. Не того, чтобы тебя засудить, да, вот так вот привести тебя в такой, в угол зажатия, сказать, все, вот видишь, деваться тебе некуда, ты виновен. Нет, он ищет, чтобы спасти человека и спасает. Всегда ищет повод, ищет средства для этого, всегда этим пользуется. Надейся, человек. Крепятся же все убеждения всегда, а наибольшие тогда только на беспредельной силе крестной смерти Господа Спасителя. Посему, как всегда, надлежит нам укрываться под сень креста, так тем паче тогда, особенно в час смертный. Взирая на крест Господа, смотри, что за тебя сделал Сын Божий, чтобы тебя, человек, спасти от дьявола, спасти от смерти. И вот в такой молитве прилично тебе, вступая во врата смерти, возмолиться Господу Богу Твоему. Господи, множество имея причин опасаться, чтобы Ты не осудил меня, не отверг за грехи мои по правде Твоей, но еще больше имея дерзновение надеяться на помилование по беспредельному милосердию Твоему во Христе Иисусе, Скупителе нашим и Спасителе. Посему моляю безмертную Твою благость пощадить меня, бедную тварь, осуждаемую грехами своими, но омываемую бесценную кровью Сына Твоего Бога нашего. Да воспрославлю Тебя вовеки. Всегда себя предаю в руки Твои. Сотври со мной по милости Твоей. Ты единый владыка жизни моей. Глава 12. Третье искушение в час смерти тщеславим. Третье искушение в час смерти бывает искушение тщеславим и самоценением, внушающими уповать на себя самого и дела свои. То есть когда человек начинает свои дела разбирать перед собой и думает, я столько в жизни успел доброго сделать. Это как бы такая противоположность. То отчаяние, что очень много грехов, то самовосхваление. Что то, что то гибельно. Посему, как всегда, так наипаче в час смерти, отнюдь не допуская вниманию своему останавливаться на себе и своем и вдаваться в довольство с собой делами своими. Хотя бы ты преуспевал в добродетелях больше всех святых. Но довольствие Твое все да будет в Боге. И уповай всецело на одно милосердие Его и страдание Господа Спасителя. Да спасешься, всячески уничижая себя перед очами своими до последнего издыхания своего. Если случится, что тебе придет вновь какое-либо Твое доброе дело, помышляй, что это Бог совершил его в тебе и тобой, а не ты, и что оно от Него единого произошло. Прибегай под кровь милосердие Божие, однако же не позволяй себе чаять его, как какого воздаяния тебе за многие великие брани, выдержанные тобой и победа, держанные в них. То есть смотрите, надейся на милосердие Божие, уповай на него, но никогда не думай, что тебе это за то, что ты будто бы много потрудился. Нет, благодать – это всегда дар Божий, дар, мы его не заслуживаем. Вспомню, да, мы с вами читали о том, что все наши добродетели нужны только для того, чтобы суметь принять этот дар. И только, Олежа. «Стой всегда в спасительном страхе, исповедуй искренно, что все твои рвения, усилия и подвиги были бы тщетны и бесплодны, если бы Бог не взял их под крыло благоволения своего, не посодействовал им и не действовал в них». Да, то есть Господь все делает, а не ты. В твоих добродетелях Господь тебе всегда помощник. Какая твоя заслуга? «Наисея милостивое благоволение Божие, теперь возложи все упование свое. Если последуешь этим советам им, то будь уверен, враги твои в час смерти никакого не будут иметь успеха в нападениях своих на тебя. И откроется тебе свободный путь, которым с радостью перейдешь ты из Юдоли земной в небесный Иерусалим, вожделенное Отечество твое». Глава 13. Четвертое искушение в час смерти. Призраками. «Если б враг наш, злой, лукавый, упорный, никогда не утомляющийся, искушает нас, посхотел в час смерти соблазнить тебя какими-либо призраками, видениями и преображениями в Ангела Светлого, ты стой твердо в сознании своей скудости и своего во всем ничтожества. И скажи ему сердцем мужественным и небоязненным, возвратись, окаянный, в тьму свою, как недостойному мне не подобает видение откровения. Одно мне нужно – безмерное благотрубие Господа моего Иисуса Христа, молитвы и заступления Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии всех святых». То есть вот здесь говорится о том, что дьявол может кого-то искушать таким образом, являясь человеком в виде Ангела. Возможно, опять же, желая возбудить в человеке некое самомнение, что, мол, вот такой вот я в великой жизни человек, что уже ангелы не являются как будто бы друзья мои. Чего бы ни было, убеждай себя, что я сам по себе ничего не стою совсем. А что я по своему недостоинству, недостоин никаких невидений и откровений, что у меня надежда не на себя, только на Господа, на Божью Матери, на всех святых. «Хотя бы по некоторым явным признакам подумалось тебе, что видишь истинные видения, Богом тебе данные, и в таком случае не спеши верить им, а скорее погрузись в сознание своего недостоинства и ничтожества. Не бойся, что оскорбишь тем Бога, потому что Ему никогда не бывают неприятны наши смиренные чувства. Если такие видения нужны для тебя, то Бог знает, как сделать, чтобы ты не закрывал от них очей своих, обезвинив твою косность верования, что они от Бога». То есть Господь не будет себя взыскивать, если ты вот так по смирению своему будешь отвергать, даже вот если что-то истинное увидишь. Имеется, тут ангелов. «Подающий благодать смиренным не отнимет ее за действия, какие они творят по смирению. Таковы наиболее употребительные оружия, которыми враг нападает на нас последний час смертный. Но он употребляет на это всякую другую страсть, какой кто из умирающих обладаем был в жизни и на какую наиболее был падок. Старается возбудить ее, чтобы он отошел, чтобы человек отошел в страстном настроении, имеющем решить и участь его». Помните, как Господь говорил, «В чем застану, в том сужу. В ком стане ты уходишь в вечность, тем она и определяется для тебя. Посему-то прежде приближения часа он и великой брани надлежит нам, возлюбленные, вооружиться против сильнейших страстей своих и, мужественно вступив в брань с ними, преодолеть их и очиститься от них, чтобы облегчить себе победу. И тогда в час вы последний, который может найти в каждое мгновение. Всякому всем отношений, говорит Господь, боюй их, пока не скончаешь и их». Глава 14. «О духовном мире сердце». «Сердце твое, возлюбленный, создано Богом для того одного, чтобы оно любило его единого и служило ему обителью. Посему он взывает к тебе, чтобы ты предал ему свое сердце, говоря, «Сыне, дашь мне сердце». Но как Бог есть мир, превосходящий всякий ум, то всячески необходимо, чтобы сердце, хотящее его принять в себя, было мирно и свободно от всякого смятения. Ибо только в мире место его, как поет святой Давид». Это Псалом 75. «Попеки же паче всего установить и утвердить сердце свое в мирном устроении, так, чтобы все твои добродетели, все делания и подвиги были направлены к стяжанию всего мира. И пати же твои доблестные дела борьбы с фрагами твоего спасения, как сказал великий безмолвник Арсений. Все твое попечение брати на то, чтобы внутреннее твое устроение было по Богу, и победишь внешние страсти». То есть вот, человек, стяжи дух мирен. Помните слова Серафима Саровского? Тысяча вокруг тебя спасутся. В мирное сердце приходит Господь. Мир сердца возмущает страсти. Не допускай страстей до сердца, и оно всегда будет мирно. Борец в невидимой брани стоит вовсе оружию врат сердца и отражает покушающихся войти в него и возмутить его. И пока мирное сердце, победа над надпадающими не затрудительна. Мир сердца и цель брани духовной, и самое мощное средство для одержания победы в ней. Посему, когда страстное смятение прокрадется в сердце, не бросайся на страсть, чтобы побрать ее, а сойди поскорее в сердце, напрягись, умерить его. Как только умерится сердце, тогда и борьбе конец. Жизнь человека ничто иное есть, как непрерывная брань и непрестальное искушение. Как сказал Иов, не искушение ли житие человека на земле? Искушение вызывает борьбу, и вот брань. По причине сей табрани должно тебе всегда бодрствовать и всяким хранением блюсти сердце свое и надзирать над ним, чтобы оно было мирно и упокоено. Когда подымется в туши твое какое-либо смутительное движение, восстань с ревностью на подавление его и умиротворение сердца, чтобы не уклониться тебе с правой стези под действием сего смятения. Ибо сердце человека похоже на гирю часовую и на руль корабельный. Облегчи или утяжели гирю, тотчас изменится движение всех колес часов, и стрелки часов перестанут быть верными указателями времени. Подвинь направо или налево руль, тотчас изменится движение корабля, и он сойдет с того направления, которого держался прежде. Так, когда сердце приходит в смятение, все внутреннее наше приходит в беспорядочное движение, и сам ум теряет правость умствования своего. Вот почему необходимо поскорее умереть сердце, как только оно смутится чем-либо внутренним или внешним, во время молитвы или в другое кое время. И знай, что тогда только будешь уметь хорошо молиться, когда научишься правильно действовать в подвиге сохранения внутреннего мира своего. Сюда и направляй свое внимание, обдумывая, как достигнуть, чтобы всякое дело твое делалось в мире сердца с удовольствием и радостью. Кратко скажу, что непрестанным подвигом всей жизни твоей должно быть хранение мира сердца твоего, не допуская его приходить в какое-либо беспорядочное смятение и все дела свои делай под сенью сего мира. Тихонравно, как написано, чадо в тихости дела твоя препровождай. Нас подобишься обещанного тихонравным блаженством. Блаженны кротки, якоти наследят землю. Редактор субтитров А.Семкин